МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Внимание, морозы! Только за последние 6 дней в Ненецком автономном округе произошло 5 пожаров. В этом году количество возгораний по сравнению с прошлым годом значительно выросло. 8 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. 16 пациентов прошли курс лечения и выздоровели. В целом на лечении в регионе в настоящее время находится 140 человек. Самые аварийные участки на дорогах Нарьинмара на улице 60 лет Октября и улице Юбилейной. В этом году здесь произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 9 получили ранения. В Москве прошла ежегодная, уже 17-я по счету пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году число аккредитованных на нее журналистов ограничили до 507 из-за пандемии. В отличие от прошлого года, на этот раз глава государства пообщался с журналистами в очном формате. В течение четырех часов глава государства отвечал на их вопросы. Наши соседи из республики Коми адресовали Владимиру Путину вопрос, который также волнует жителей Ненецкого автономного округа. Вопрос о переселении из аварийного жилья. Корреспондент из Цыктывкара спросила президента, как он оценивает усилия федерального центра, направленные на решение вопросов расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Владимир Путин назвал этот вопрос поводом вернуться к этой теме, которая постоянно поднимается в правительстве. «Надо людей срочно забирать из трущоб», – сказал президент. Участие в мероприятии также принимала съемочная группа телеканала «Север». В вечернем выпуске новостей в пятницу мы расскажем все подробности. Депутаты окружного собрания внимательно следили за выступлением президента России на ежегодной пресс-конференции главы государства. По окончании мероприятия председатель регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что одной из важных задач Владимир Путин считает сбережение народа. Пандемия коронавируса наносит ущерб не только экономике, но, к сожалению, приводит к человеческим потерям. Вопрос вакцинации очень чувствительный для граждан. Позиция президента – прежде всего здоровье и жизнь человека. Он подчеркнул, что сегодня коллективный иммунитет в России 59,4%. Но этого недостаточно, необходимо под 80%. Спикер поддержал главу государства в том, что нужно с уважением относиться к каждому человеку и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Также Александр Лутовинов отметил поддержку президента по развитию территорий, на которых выделяются бесплатные земельные участки многодетным семьям. На обеспечение инфраструктуры земельного участка требуются значительные финансовые средства. Федеральное софинансирование позволит ускорить эту работу. 8 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. 16 пациентов прошли курс лечения и выздоровели. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в числе заболевших – 7 жителей Нарьинмара. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай заболевания коронавирусом из Санкт-Петербурга. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 135 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследования методом ЕФА. В целом на лечении в регионе находится 140 человек. Из них стационарное лечение получают 28 пациентов, амбулаторное – 112. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 962 человека, близко контактировавших с заболевшими. Всего с начала пандемии в Ненинском округе официально зарегистрировано 3456 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3216 человек. За прошедшие сутки – 16 человек. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Нарьинмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, ОМИ и НИСИ. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановлением главного государственного санитарного врача по Ненинскому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Общественная комиссия при городской администрации утвердила 7 территорий, которые будут внесены на рейтинговое голосование в 2022 году. Затем они будут благоустроены в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2024 году. На рейтинговое голосование будут вынесены следующие уличные пространства Нарьинмара. Общественная территория расположена по улице Колмыково, территория в районе многоквартирных домов по улице Титова. Общественная территория в районе снесенного многоквартирного дома по улице Лениной 60 лет СССР. Реконструкция детской игровой площадки в районе домов номер 9 и 10 по переулку Макара Баева. Общественная территория расположена в районе пересечения улиц Победы с улицей Смедовича, в районе магазинов Близнецы и школы номер 1. А также территория расположена в районе домов номер 26, 35, 37 по улице Полярная. Проекты, которые по итогам голосования получат наибольшую поддержку, будут реализовываться в 2024 году в приоритетном порядке. Напомним, с 1 января 2021 года все рейтинговые голосования по выбору общественных территорий проходят онлайн. Для их проведения разработан единый федеральный портал. В федеральном проекте формирование комфортной городской среды. Нарьинмар участвует с 2017 года. За это время территории города за счет различных источников финансирования благоустроены более 60 уличных пространств. Только за последние 6 дней в Ненецком автономном округе произошло 5 пожаров. В этом году количество возгораний по сравнению с прошлым годом выросло на 27 случаев. Что делать, если вы стали свидетелем пожара, расскажет Василий Хатанзейский. С начала этого года на территории Ненецкого автономного округа произошло 144 пожара. Хотя год еще не закончился. По сравнению с 2020 в этом году количество возгораний увеличилось. Наблюдается рост по количеству пожаров. Год еще не закончен. И с приходом сильных морозов у нас снова участилось количество пожаров. За последнюю неделю, за неполность, за 6 дней у нас произошло 5 пожаров. Это практически каждый день. Причем 3 из них произошло по электротехнической причине. Один из-за перекала печи. И один пожар произошел из-за нарушения требований пожаробезопасности при проведении огневых работ. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам соблюдать требования пожарной безопасности. Не загромождайте пути эвакуации, приквартирные холлы и подступы к пожарным кранам и электрощитам. Не пригружайте электросеть. Не оставляйте без присмотра детей. Убирайте спички в недоступные для них места. В очередной раз хочется обратиться к гражданам, к должностным лицам. Соблюдать требования пожарной безопасности, особенно с приходом сильных морозов. Провести еще раз ревизию электрооборудования. То есть не допускать эксплуатации поврежденных электроприборов, поврежденной электропроводки. Провести ревизию средств пожаротушения огнетушителей, пожарные щиты. Провести проверки средств пожарной автоматики. Это в организациях, на предприятиях. Это системы автоматической установки пожарной сигнализации. Системы оповещения управления эвакуацией при пожарах. Если вы стали свидетелем возгорания, в первую очередь нужно оценить обстановку и возможность предотвратить распространение огня, придерживаясь техники безопасности. В случае, если ситуация вышла из-под контроля, нужно немедленно вызвать пожарную охрану. По короткому номеру телефона 101 или 112. Сквозь терни к звездам в Наринмар приехал космонавт-испытатель Сергей Куть-Сверчков. В рамках своего визита гость Заполярного края принял участие в проекте «Диалог на равных». Подробности в следующем сюжете. Из-за эпидемиологических ограничений формат встречи на этот раз был в формате интервью космонавта, рассчитанного на молодежную аудиторию. В интервью Сергей рассказал о детских мечтах и своей дороге к звездам. «Космонавтом я не мечтал быть, но, насколько я помню, у меня были мечты о какой-то героической профессии, пожарной, военной. Что-то такое обязательно надо было в мир спасать». Сергей Куть-Сверчков готовился к полету в космос 10 лет. Он отметил, что помогали ему в этом целеустремленность и постоянная работа над собой, воспитание выносливости на многочисленных тренировках. В самом же начале своей звездной карьеры поделился космонавт. Он планировал конструировать ракеты. «Отогда была стояла задача сконструировать, спроектировать оборудование для станции, новые модули. И когда ты создаешь какую-то технику, надо думать о том, как эта техника будет эксплуатироваться, как люди будут пользоваться этой техникой. Надо сделать ее так, чтобы она была эффективной и выполняла те задачи, для которых она вообще предназначена. А работали, использовали технику космонавт. И поэтому логично было бы спрашивать у них, как правильно делать эту технику, как это удобно». В ближайшие дни на официальной странице регионального молодежного центра Молодежь Ненецкого автономного округа ВКонтакте будет размещена полная версия интервью космонавта Сергея Кусеверчкова. Не пропустите. Катерина Тейбарей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе рассказала журналистам о своей деятельности в регионе и вопросах, которые волнуют жителей округа. Уже не первый год уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. «К нам приходят не с одной проблемой, когда это просто касается жилья, а сразу же и со здоровьем. Есть вопросы, да, люди обращаются, когда они не смогли получить здесь помощь по тому заболеванию, которое есть у человека. Одновременно могут быть вопросы с жильем, с обучением, одновременно могут быть вопросы с гражданством. И вообще целый комплекс проблем. Каждый вопрос, еще раз говорю, мы детально рассматриваем, обращаемся в органы власти, в органы местного совправления, к должностным лицам, потому что уполномоченный все-таки это досудебный институт, и мы стараемся восстановить права человека». Главная тема обращений 2021 года связана с пандемией коронавируса. В этом году в адрес уполномоченного по данной теме поступило более 500 обращений от жителей региона. «Сразу же пожилые люди, сразу же люди, скажем так, более возрастной категории, тоже очень сложно проходили адаптацию. Следующий вопрос – это было дистанционное образование. То есть мы тоже все видели, как шла сложная адаптация, как люди обращались за тем, как создать рабочее место для ребенка, или когда компьютер один, а в семье также дистанционно родители переходили на работу. То есть мы это все пережили, и сейчас мы понимаем, что самым главным вопросом у нас была вакцинация». Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации обратились в правительство России с предложением внести в законопроект о предоставлении QR-кодов при посещении общественных мест категорию лиц, неофициально переболевших ковидом и имеющих антитела. «На сегодняшний момент я хочу сказать о том, что то обращение, которое мы с амбудсменами региональными подготовили, и также точно региональные органы здравоохранения готовили, что необходимо учитывать состояние здоровья, состояние антител, внесли все-таки в QR-код, да, то есть это положение. Сейчас человек может обратиться за получением QR-кода, если он, даже если официально у него не было установлено, что он проболел, но по уровню антитела, если он сдаст тест, да, то есть можно определить, какой уровень антитела». Безопасность превыше всего. В окружной госавтоинспекции подвели итоги дорожно-транспортных происшествий за прошедшие 11 месяцев. Наталья Дуркина продолжит тему. Превышение допустимой скорости нарушения правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного опьянения – это далеко не весь список нарушений автомобилистов. В большинстве случаев из-за безответственного поведения на дорогах страдают не только сами водители и их автомобили, но и пассажиры транспортных средств. «За 11 месяцев с текущего года на территории округа зарегистрированы 495 ДТП. Из них с материальным ущербом 475 и 20 ДТП. Это ДТП, в которых пострадали люди. Три человека в данных ДТП погибло, 21 человек ранено. По пострадавшим в сравнении с предыдущим годом идет снижение». Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали столкновения, наезд на велосипедиста, пешехода, препятствия, а также съезд с проезжей части. Если обратиться к статистике по дням недели, то вторник занимает лидирующую позицию – 5 ДТП. Следом понедельник – три случая и четверг – два. Самым аварийным временем признается период с 20.00 до 21.00 и с двух часов до четырех часов утра. «Дома 59, по улице 60 лет Октября, в районе дома 80, по улице Юбилейная. На этих участках произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которые два человека погибло и получили ранения 9 человек». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 26%. Ранения сократились на 21%, а вот число погибших увеличилось на 50%. Сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения проведен анализ причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории региона. Основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения. Окружная госавтоинспекция в очередной раз призывает участников дорожного движения с уважением относиться друг к другу. Необходимо помнить, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить чью-то жизнь и здоровье. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Наринмарское автотранспортное предприятие не стоит на месте. В уходящем году здесь обновили автопарк, построили новые помещения, среди которых гараж, пункт предрейсового технического осмотра и здание будущей мойки. Об итогах года в старейшем муниципальном предприятии города смотрите в нашем следующем сюжете. Слово Александре Литковой. Предрейсовый медицинский осмотр и технический для автобуса. С этого начинается рабочий день водителя общественного транспорта. Проверяем автобус. Затяжку гаек колесных, чтобы не было нигде утечек, масла везде. Заезжаем на яму, травим воздух, конденсат. Ну, все остальное, механик смотрит, ходит. В этом году проводить техосмотр стало намного проще. Наринмарское автотранспортное предприятие построило новое помещение пункта предрейсового технического осмотра, перестроило смотровую яму. Раньше тоже яма была, только старая была яма. Но сейчас лучше стало, освещение яме есть. Раньше фонариком ходили постоянно. Удобнее, конечно, стало. Яма подлиннее стала. Не надо там перегонять автобус. И осмотры двигателя, например, если спереди заходим. Кроме того, построены еще два новых сооружения. Гараж площадью 600 квадратных метров и здание будущей мойки, которую планируется открыть в начале следующего года. Один из боксов был спроектирован и построен для того, чтобы предприятие могло оказывать услуги населению по предоставлению теплых мест для автомобилей. Второй – для дорожной техники. Новые теплые боксы, которые были построены, они были построены в 2008 году. После этого у нас такого строительства серьезного не велось. В этом году мы построили большой стояночный бокс. Это нас к этому сподвигло то, что мы в этом году получили дорожную технику, которую нам некуда было разместить. Поэтому мы приняли решение, что мы построили большой стояночный бокс. Одна секция этого бокса именно у нас отдана под дорожную технику. Она у нас там сейчас законсервирована, стоит, ждет сезона. Всего АТП получило 14 единиц дорожно-строительной техники, которая в этом году уже помогла качественно уложить дорожное покрытие на дорогах по улице Полярной и Ленина. Что касается обновления парка автобусов, то этот год не стал исключением. Удалось закупить два низкопольных автобуса большого класса с дополнительной системой отопления. Столько же планируется приобрести в следующем году. А это ремонтно-механическая мастерская. Работа здесь кипит постоянно. Сам цех в этом году также был отремонтирован. Ремонтно-механические мастерские мы модернизируем уже в течение трех лет. То есть потихонечку. То есть там комплексно все не сделать. Поэтому мы там по цехам планово делаем. То есть в этом году мы сделали два цеха, отремонтировали. Отремонтировали въездные ворота. Вот капитально переделали. На следующий год планируем ремонт кровли там делать. Подводя итоги года, Виктор Калюжный добавил. В этом году муниципальными и межмуниципальными маршрутами АТП воспользовались более двух миллионов пассажиров, что является неплохим результатом. Приоритетным направлением для предприятия является безопасность пассажиров и сотрудников. Семь автобусов из здания диспетчерской в морском порту оснащены современными комплексами видеонаблюдения. Каждый кондуктор носит при себе индивидуальный регистратор. Эти меры позволили значительно сократить количество конфликтных ситуаций в транспорте. Именно вот этот шаг позволил нам снизить количество инцидентов с пассажирами просто в разы. Практически сейчас уже такие инциденты – это редкость. Хотя до этого было часто. То есть каждый кондуктор в начале смены берет видеорегистратор, крепит силу на жилет и в течение смены он с ним работает. Все, что он делает, все его разговоры с пассажирами, все записывается. Поэтому и кондуктор сам понимает, что все его действия записываются, и пассажир понимает, что все его слова в том числе записываются. Предприятие провело традиционный конкурс профессионального мастерства среди водителей, слесарей и кондукторов, а также стали дипломантами российского конкурса «Город, где хочется жить». Александра Литкова, Антон Гудряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска – компания «Рент» по производству и продаже снегоболотоходов «Зырянин». До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова